Пока все будут приходить, я чуть-чуть расскажу о себе. Меня зовут Степан Шульга. Я работаю в компании Parimatch Tech, возглавляю направление киберспорт. Соответственно, уже пять лет я тружусь внутри этой компании технологичной. От меня зависит не только маркетинг, но и то, как развивается продукт непосредственно. Если вам интересно, что такое продукт, который производит Parimatch Tech, собственно, все софт, который делает Parimatch Tech, используются в разных странах для того, чтобы работали все приложения и все фронты компаний Parimatch в разных странах. В Казахстане, в Белоруссии, в Украине в том числе, на Кипре, в Великобритании и в других странах, где потребляется наш софт. Вот то, как выглядит внутри все, что связано с киберспортом, это работа моей команды. Для этого мы делаем массу разных интересных усилий. Но если вам в целом не интересно, что такое Dota и CSGO, то, наверное, будет сложно объяснить, как это все необычно и как это все сложно в том числе. Есть вообще люди, которые играют в компьютерные игры в зале? Ну, чтобы я знал. Ну, хоть в какие-то, ну, то есть просто компьютерные игры, там тебе помогают руку держать, все нормально, а ты хорошо себя чувствуешь, да, просто тебе тащит руку человек наверх, просто ты его обыгрываешь, по всей видимости, да, все. Меня попросили приехать рассказать вам немного о стартапах и киберспорте, как они в целом совмещаются, потому что очень много разных слухов и очень много, ну, скажем, такой неоднородной, нерелевантной информации о этом мире. Ну, в частности, мне кажется, что все стартапы, которые можно делать, можно организовывать вокруг киберспорта, они развиваются по одному и тому же принципу. Ну, все это должно развиваться, исходя из принципа венчурных инвестиций, то есть ты, как фаундер, пытаешься найти инвестора, получить первый раунд, получить второй раунд, соответственно, каким-то образом оценить свой продукт и все это происходит только, чаще всего для того, чтобы рано или поздно капитализация твоего стартапа росла и ты мог его продать. Есть вот в чем недосказанность, в чем определенные неточности, когда говорят о киберспорте. Для меня стартап – это всегда IT-продукт, то есть это что-то, что разработано людьми, это что-то, что решает какую-то проблему, это что-то, что направлено на решение необычной задачи, но внутри всегда есть разработка, это всегда для меня IT-продукт. Многие же достаточно легко и свободно называют команды киберспортивной организации определенными стартапами, в которые стоит привлекать инвестиции и опять же привлекать инвестиции по венчурной модели. Для американского рынка это в целом рабочая схема. Почему? Потому что они создают определенную ценность вокруг бренда. То есть, допустим, такая американская команда, как Cloud9 в киберспорте, стоит больше 100 миллионов долларов. В нее вложили уже очень много денег. Но вложили в бренд. То есть они понимают, что на данный момент времени у тебя есть возможность вложить в имя. Дальше это будет что-то похожее на Барселону, на бренд Барселону. Или что-то похожее на бренд Манчестер-Сити. Со временем это будет расти, это будет увеличиваться в стоимости, но увеличиваться в стоимости будет бренд. Никакого продукта или какого-то стартапа вокруг этого названия не существует. По поводу того… Тут удалось объяснить? То есть киберспортивная команда – это все-таки для меня не совсем стартап. И завтра организовать команду и искать под нее инвестиции. Такая очень спорная идея, которую я лично не поддерживаю. Могу объяснить почему. Потому что, допустим, фаундер какого-то стартапа, прежде всего он должен очень сильно верить в свой продукт. И он должен понимать, что он сделает это. То есть эту технологию возможно разработать. Возможно найти людей, которые это сделают. А если ты начинаешь говорить о том, что твоя киберспортивная команда – это стартап, это не совсем правильно. Потому что никто не гарантирует тебе, что это пятерка людей или это тройка людей завтра кого-то обыграют или завтра начнут играть вместе лучше, чем все остальные и вернут инвестору его деньги. Если называть… Я не такой опытный инвестор, как выглядит на первый взгляд. Читаю, смотрю, общаюсь с какими-то людьми. Но на самом деле любого человека, который вкладывает деньги, его интересует только возврат. Как бы это ни звучало прагматично или ужасно, то инвестор хочет увидеть X100. Плюс ко всему для любого инвестора… Что такое инвестиция чаще всего? Это монетка. Он понимает, что это либо X100, либо X10, либо X15, либо X0, когда у него ничего не произошло. И в случае с IT-продуктами и в случае со стартапами, которые много существуют, и в Украине масса, я уверен, что вы о них знаете, хороших, замечательных продуктов, которые уже сделали и громкий экзит, и хорошо заработали, то киберспорт и команды в киберспорте – это, во-первых, нельзя называть стартапами, во-вторых, нельзя подходить с точки зрения вечерных инвестиций. Я вообще о том начал вам рассказывать? Может, вам совсем не это было нужно? Все нормально? Продолжать? Да? Как, в принципе, можно развивать IT-продукт вокруг киберспорта как такового? И что можно делать? В принципе, есть одно из направлений – это академии, либо возможность каким-то образом распознавать рана молодых игроков, давать куда-то алерт, какой-то токен, выводить графики, рейтинги, чтобы в дальнейшем этот человек продолжал свою карьеру в каком-то профессиональном мире. Вот смотрите, допустим, в большой игре Counter-Strike, это достаточно большая игра, адекватные деньги зарабатывают первые 20 команд. В этих 20 командах играет 100 человек. Это меньше, чем, возможно, в этом зале. Вопрос и проблема подбора молодых игроков и юных дарований пока еще не требует вмешательства условного machine learning в этот процесс. То есть это все-таки делают люди еще обычным аналоговым путем, просматривая огромное количество игр и чувствуя, что это талант, это интересный парень. Ну, соответственно, они смотрят, где они играют. Играют они чаще всего на технологических площадках типа Faceit, о которых я чуть позже расскажу. Если я могу дополнить ваш вопрос, да, существуют ли в Украине стартапы вокруг киберспорта, я знаю такой один, да, не могу сказать, что это стартап, это уже достаточно адекватно сформированная компания. Компания называется Stream Charts. Они занимаются тем, что анализируют Twitch и на данный момент идут дальше, чтобы анализировать YouTube и еще ряд стриминговых платформ, которые популярны в Юго-Восточной Азии, в том числе в Китае. Делают крайне интересные выводы из этого, работают с датой и статистикой. Клиенты у них есть по всему миру. Почему это не стартап? Ну, потому что они уже давно не ищут раунды, они что-то закрыли для себя и достаточно неплохо развиваются. Индустрия не готова к такого рода агентствам? Я думаю, да, еще не готова. Смотрите, агентский бизнес как таковой, он стал популярен только благодаря футболу, то есть тот агентский бизнес, о котором вы говорите. То есть это взять игрока, навешать ему лапши на уши, когда ему 15 лет, поверить, соответственно, в то, что он когда-нибудь станет звездой, собрать таких человек 17 и работать агентом. Соответственно, у тебя есть возможность приехать в футбольный клуб, так как ты человек с хорошим интеллектом, образованием и харизмой, то у тебя есть возможность для своего игрока выторговать гораздо более интересные условия, чем бы сделать это самостоятельно. Вот на марже, на разнице между твоими отношениями с клубом и твоими отношениями с игроком ты, собственно, и зиждешь свой агентский бизнес. Так как в футболе появились огромные деньги, и, соответственно, никто не понимал, что с этим делать, агентский бизнес как таковой, как мы его представляем, может являться бизнесом. Здесь нет, а, технологий, это ручной труд, и чаще всего он построен исключительно на взаимодействии людей, на их софт-скиллах, как это принято говорить. Агентский бизнес, который существует за рубежом, чаще всего подразумевает еще работу со спортсменом с точки зрения его личного бренда, заключение контрактов с ним, с различными торговыми марками, с различными рекламодателями и так далее. А вот это уже такое, как бы, большое агентство. Дальше появляются права на использование образов этих спортсменов, дальше появляются разные территории. Чаще всего такие агентства существуют в рамках больших корпораций. Один из лучших примеров – это компания AMG, огромная британская компания, которая имеет несколько представительств по всему миру. Занимаются они в основном спортивными правами, правом на продажу различных трансляций. Также ведут многих спортсменов. У них в портфеле два основных вида спорта – это футбол и теннис. Да, вот так. Пока те агентства, которые существуют в киберспорте, перепродают, скажем так, они являются такой мостиком между конкретным игроком и рекламодателем. Напомню, никаких технологий здесь внутри не заложено. Смотрите, я представляю компанию Primatch Tech, а не те компании, которые непосредственно занимаются букмекерским бизнесом. Я занимаюсь тем, чтобы те компании получили адекватный классный софт. Вот, собственно, моя часть – это маркетинг и софт. В чем заинтересованы компании в Украине, я, к сожалению, до конца не знаю. Но если ответить на ваш вопрос, заинтересованы в чем именно? В развитии агентского бизнеса? Скорее всего, нет. Вернемся к исходникам. Я считаю, что в Украине для стартапов как таковых, то есть в моем классическом понимании, это молодая компания, требующая инвестиции для быстрого бурного роста и основанная на каком-то IT-продукте. Очень хорошая, в целом, атмосфера, окружение очень классное. Почему? Потому что я считаю, что очень много молодых, действительно, очень высококлассных специалистов живут на данный момент в Украине, с радостью делятся своим опытом. Рынок труда в Украине не такой дорогой. Можно за более адекватные суммы, чем на Западе, создать более сильную команду. Плюс ко всему, в условиях пандемии и распределенной работы через интернет, через онлайн, именно в русскоязычных странах, в таком, знаете, большом ореоле, надеюсь, что и сейчас полбеларуси к нам переедет, очень много людей за меньшие средства, чем на Западе, готовы создавать более сильные продукты. Но в моем понимании это исходя из ментальности, потому что как-то вот наши технические специалисты выглядят для меня всегда предпочтительнее, чем западные. Они более усидчивы, более амбициозны, более упрямы, как таковые. То есть почва для развития стартапов очень классная. Осталось сформировать в том числе и инвестиционную какую-то культуру, которая, насколько я знаю, постоянно развивается, становится с каждым днем все лучше и лучше. И не уверен, что когда-нибудь мы будем называть это новой долиной, но, по крайней мере, будем делать так, чтобы не так много людей уезжали и стартапы туда переезжали. Первое. Нужно всегда помнить о том, что инвестору нужен возврат. Второе. Нужно очень сильно верить в свой продукт. Это 100%. Вот ребята, про которых я говорил, StreamCharts, один из тех людей, которые там работают, он просто фанат. То есть он абсолютный фанат своего продукта. Сейчас это уже SEO-компания. Артем Одинцов. Очень уважительно к нему отношусь. Вот сколько бы, наверное, лет 7 я его знаю, он до сих пор с огромным удовольствием копается в цифрах, разбирается, спорит, потому что он верит в этот продукт, верит в то, что это всем нужно. Ну и третье, о чем стоит помнить, все-таки стартап, и если вы идете по пути венчурных инвестиций, это что-то, что сработает на весь мир так или иначе. Ограничиваться чем-то локальным не стоит. Нужно, как говорится, DreamBig. Второй момент. Команды – это не стартап, не думаем об этом. Игры как таковые, то есть откуда появился киберспорт? В принципе, это надстройка над компьютерной игрой. Когда-то сидели люди, думали, как же сделать нашу игру популярной, как же сделать так, чтобы в нее играло больше людей. А давай сделаем так, чтобы здесь был соревновательный какой-то момент. Вот эта команда будет играть против этой команды. Или для того, чтобы логика в этой игре была, нужно, чтобы команда с левой стороны победила команду с правой стороны. И как-то все это приобрело свой собственный смысл. То есть это переросло изначальный смысл продвинуть компьютерную игру, а стало чем-то отдельным. То есть сам смысл игры – это соревноваться с кем-то. Почему это так популярно? Почему это будет расти и каков следующий этап, могу рассказать. То есть люди чаще всего реагируют на то, что им знакомо. Вот, допустим, молодой человек спрашивает про агентский бизнес, потому что чаще, наверное, он в нем как-то или он, или его друзья, или еще что-то. Вы как-то с этим связаны. Соответственно, вам интересно разговаривать об этом, потому что для вас это релевантная тема. Вот ребята буквально за пять минут до начала показали мне очень прикольный продукт, как на стрим выводить пульс, да, пульсометр. Самое интересное, что две недели назад огромный турнир по Dota 2, он назывался Animajor, проходил в Киеве. Частично у игроков там уже был показан пульс. И самая большая проблема была то, что некоторые игроки не соглашались надевать нагрудный датчик, им предлагали датчик оптический на руку, им было неудобно, потому что ты играешь левой рукой, левая рука на клавиатуре, правая рука на мышке. Они отказывались, то есть потом начинали глючить Bluetooth-девайсы. Но я о чем говорю, да, то есть мы можем релевантно поддерживать беседу. Я понимаю, о чем мне ребята показывают, да, я уже даже знаю какие-то проблемы, которые у них могут возникнуть. Я готов поддерживать эту беседу. Если вернуться к киберспорту, да, то людям более старшего поколения временами кажется, что какая-то чушь, ну то есть просто типа что происходит. А теперь представьте, допустим, Counter-Strike появился в 99-м году. Кто играл в Counter-Strike в утро жизни? Кто играл в Counter-Strike в этом году? Кто играл на этой неделе? Отлично. И здесь очень просто, да, даже в этом зале у нас, ну, я так понял, на процентов 10 людей вообще играли в эту игру. Соответственно, если сейчас показать вам трансляцию, да, вот трансляцию этой игры, 10 человек останутся и будут наблюдать, потому что они вообще понимают, что происходит на экране, а все остальные просто уйдут, им неинтересно. Точно так же будет с другими видами спорта. Кто из вас знает правила американского футбола? Два человека. Хорошо, три. Прям вот это вот я понял, что вы пару раз трансляции смотрели, и вам друг под пиво объяснял, куда они бегут, да, вот это вот. Не, не, я абсолютно вас понимаю, потому что для меня это набор офигительно здоровых, классных людей в форме, и я понимаю, что там очень интересное действие. Ну, то есть, действительно, какие-то правила, люди выносят какую-то цепь, они как-то должны перемещаться то вперед, то назад. Но пока тебе не объяснили правила игры, ты смотришь на это, как дети во дворе играют в салочки. Для тебя это, ну, какая-то ерунда со шлемами. И потом тебе говорят, тут будет супербол, тут 500 миллионов долларов. Ты думаешь, здесь, вот в этом, люди бьются со всей силы друг другу в лоб. Вот это должно меня как-то увлекать. Но представьте, что с детства я понимаю правила этой игры. У меня есть этот шлем, я знаю, как выглядит эта экипировка. Я вырос на этой игре, я играл в нее сам. Я буду смотреть ее до конца своей жизни, потому что она была частью моей жизни. Точно так же происходит в киберспорте. Компьютеров стало гораздо больше, проникновение интернета потрясающее. Соответственно, те люди, которые в детстве и потом в молодости играли в эту компьютерную игру, дальше уже на всю жизнь становятся ее зрителями. Ничего тут особенного нет. Теперь, соответственно, делаем следующий шаг. Какие же стартапы возможны в киберспорте? Я записал тут себе, у меня есть заметки в телефоне. Прежде всего, это данные. Здесь есть большое отличие киберспорта от спорта традиционного, потому что компьютерная игра всегда имеет какие-то логи. Компьютерная игра всегда имеет набор данных, которые можно сохранить, интересным образом обработать и интересным образом представить. Соответственно, агрегация данных, продажа агрегированных данных, определенного рода статистика, расписание, представленные онлайн, могут являться достаточно интересным подспорьем, интересным стартапом, особенно для тех людей, которые любят анализировать дату и любят с ней работать. В целом, есть огромные компании, построенные на статистике. Здесь, ну, не случайно, начиная именно с этого, да, потому что для нас, для компании PreMatchTech, крайне важно давать релевантную статистику прямо на нашей платформе. Это крайне важно, потому что это повлияет на количество времени, которое игрок проводит на платформе. Это влияет на то, чтобы человек не уходил с платформы на сторонние сайты. Это влияет на массу разных показателей. Соответственно, данные, которые могут быть обработаны и представлены иначе, могут являться достаточно серьезным таким опорой для различного рода стартапов. Все, что происходит около трансляции, потому что я всегда говорю, что киберспорт – это медиа-индустрия. Основные деньги зарабатывают на самом деле люди, которые придумали компьютерные игры. И Гейб. Хорошо, ребята. Вижу, что два человека… Я понял. Два-три человека поняли шутку. Это прекрасно. Есть такой замечательный человек Гейб Ньюэл. Гейб Ньюэл работал когда-то в Microsoft, как и многие люди, заработавшие потом очень много денег на этой земле. Но ему надоел Microsoft. Он ушел, основал свою компанию Valve. Компания Valve сделала замечательный такой маркет под названием Steam. Это самая большая площадка продажи игр цифровая на земле. Параллельно они сделали еще две компьютерные игры. Это Counter-Strike и Dota 2. Да, Half-Life. Хорошо, что вы помните. Третий играли? Слава богу. Да, тут бы дождаться его когда-нибудь в нашей жизни. Третий Half-Life – это мем. Его не существует. И все всегда его ждут. Спрашивают у Гейба, когда же он будет. Продолжим, чтобы не отвлекаться. И вот эти все цифры, которые вы слышите, огромное количество людей, огромное количество людей, которые наблюдают за трансляциями, они как-то где-то организованы. Чаще всего это две площадки. Это YouTube и это Twitch. Twitch в целом, ну если бы не вот этот, по-моему, миллиард, 900 миллионов долларов от Амазона, возможно бы мы и не видели Twitch в том обличии, в котором он есть сейчас. Но на данный момент онлайн-видео разделены вот просто на две части. Есть YouTube и есть Twitch. И они давно уже друг на друга не сильно возбужденно реагируют, потому что YouTube полностью занял нишу VOID контента, то есть Video on Demand, потому что под это идет вся оптимизация, то есть где сложены видео, как к ним. Потому что на самом деле YouTube же тоже стримит видео. То есть когда ты обратился, когда ты нажимаешь play, откуда-то начинается стриминг конкретно для тебя. А Twitch все делает в живом режиме, в лайве. Они всегда пытаются зайти на территорию друг друга. YouTube все делал, свой YouTube гейминг и похоронил его, не удалось. Twitch пытается оставить записи, чтобы к ним люди потом обращались, вот чтобы они лежали на платформе, но к ним никто не обращается. То есть они так немножко залезают на территорию друг друга, но ничего у них не выходит. Так как огромное количество игр показывают именно на Twitch, давайте посмотрим, просто сейчас что-то идет. Наверняка сейчас что-то идет. Прямо какие квалификации? Сейчас команда Entropic. Очень смешно. Команда Entropic – это команда наполовину состоящая из… Да, ну вот идет, вот. Эту трансляцию сейчас делают с территории Шулявки. Я не шучу. Шулявка на самом деле это центр мирового киберспорта, и это действительно так. Смотрят ее на данный момент 10 тысяч человек, это игра за пятое место и за полторы тысячи очков. И в этом, собственно, очень большое чудо киберспорта. Это доступно на любом мобильном устройстве, трансляция, да. Это бесплатно, что немаловажно, и мобильный интернет делает его все более и более доступным. Это карта Overpass. Ну, собственно, на этом, наверное, хватит показывать ее, потому что дальше уже стоит поговорить кое о чем другом. Вот здесь есть чат, который читают, и огромное количество людей его смотрят. И есть экран. Вот многие компании делают свой бизнес вокруг этих трансляций. В частности, ребята, о которых я вам сегодня говорил, у них есть неплохой, на первый взгляд, не хочу никого обидеть, просто неплохой продукт, который помогает создавать дополнительную ценность на трансляции с помощью инжекшена в OBS либо в Xplit. OBS Xplit – это два самых популярных open-source софта для организации RTMP-потока. То есть ты берешь… Сейчас пока все нормально, RTMP-поток, все хорошо, да? С помощью, допустим, HTML5 ты вставляешь линк, и с помощью этого линка можешь в разной части экрана поднимать какую-то информацию. То есть статистический виджет, рекламный баннер, что-то, что берет информацию из каких-то баз данных и с помощью либо чтения каких-то топиков, либо токенов пробрасывает ее тебе на экран. То есть, грубо говоря, я могу стримить и рассказывать, что происходит в параллельных матчах, показывая это на экране, показывать состояние своего организма, если это интересно, показывать какую-то статистику той встречи, в которой я на данный момент принимаю участие. Я знаю несколько больших таких, прям действительно хороших продуктов. Один из них называется Stream Elements. Это изначально небольшой стартап израильский, который на данный момент уже оценивается более чем в 50 миллионов долларов. Последний раунд они закрывали на 18 миллионов от больших фондов израильских. Опять же, что они делают? Они дают возможность стримерам стать частью рекламной сети для того, чтобы автоматически поднимать различные рекламные баннера на их трансляциях. С другой стороны, они приходят к рекламодателю и говорят, смотри, ты хочешь унифицированно показывать свой бренд сразу у 20 человек, вот тебе инструмент. Инструмент, который, а, показывает, контролирует, записывает, унифицирует, дает тебе отчет. Таких стартапов на данный момент много. Есть компания Апплифай эстонская, есть компания Stream Hero, латвийско-украинская. В Украине, кстати, они получили первый раунд инвестиций. Есть компания GetStream, есть компания Streamly. Их достаточно много, потому что всем кажется, что они одновременно стали решать одну и ту же проблему. Все это на самом деле не суперстабильно, потому что Twitch может в любой момент попытаться в правилах платформы запретить такое делать стримеру. Но пока можно развивать такие вещи. Плюс ко всему, там же около трансляций есть большое количество чат-ботов, оформление трансляций. И неплохая вещь – это донаты. То есть организация системы донатов вокруг трансляций – это тоже интересно. Здесь можно подключать платежные методы и работать с этим. Следующий кластер большой – обучалки. Они основаны, опять же, на дате. То есть ты подключаешь себя, как игрока, к некой системе. Это некая система на основе мэш-леунинга, статистики, исторических данных. Подсказывает тебе, как тебе расти. То есть в какой части игры тебе применять какие знания. Ты за это платишь небольшие деньги. Есть компании крайне успешные. Есть, допустим, Learn to Play. Есть компания Госу. Госу АИ – огромная на самом деле компания. Я имею в виду огромная с точки зрения своего рынка. Но здесь есть небольшой пробел. Зарабатывать они так и не научились. То есть они делают классный продукт. Но этот классный продукт тяжело монетизировать, потому что люди особо за обучение в компьютерную игру платить не хотят. Скажем так, не хотят. И тем не менее это интересное направление для стартапа. Обучение на основе трека прогресса и подсказок игроку, на что ему обратить внимание. Еще один интересный кластер – это турнирные платформы. Единственное, что это крайне конкурентная среда, организация турниров в автоматическом режиме. Есть такая компания как Faceit. Начинали они как классический стартап. 9 лет назад сейчас они оцениваются, по-моему, в сумму более чем полмиллиарда. Последний раунд у них был 85 миллионов евро. Они очень большие и достаточно успешные. То есть они подключили кучу игр, кучу модулей. В Украине есть такого рода стартапы, называется Organization GG. У них немножко другая модель, но тем не менее это организация такого мини-турнира с участием инфлюенсеров. Я имею в виду, что пространство все еще существует, пространство все еще есть. Если хотите почитать, почитайте про компании Streamcharts. Аггера – интересная компания. Stream Elements – это просто одна из моих таких любимых вообще компаний, на которые я рекомендую обращать внимание. Faceit – это вот те компании, которые благодаря своим IT-решениям развивают что-то вокруг киберспорта. Вот, наверное, на этом все. Могу поотвечать на ваши вопросы. Racing, Fighting и FIFA. Планируем поддерживать все, что будет… Это, кстати, интересный вопрос, спасибо. Планируем поддерживать все, где будет зрительский интерес. Где будет плюс ко всему интерес нашей компании глобально. Потому что, допустим, второй вид спорта на Земле, по количеству зрителей, вы удивитесь, но это крикет. Индия, Пакистан, Бангладеш – огромные страны с невероятно плотным населением. Где это… Это культ, это абсолютный культ. То есть крикет – это что-то немыслимое. Для нас это звучит типа… Что? Ну, то есть… Я сколько людей в этом участвую, да? Как выглядит вообще площадка для крикета? Ну, то есть мы просто не знаем. Для нас это просто что-то невероятно удивительное. Для людей, которые живут там, это абсолютно нормально. Соответственно, если где-то будет большой зрительский интерес вот к тем играм, которые вы перечислили, потому что рейсинг и сим-рейсинг как таковой очень сильно растет. Почему растет? Да, потому что качество, картинки и отклик от различного рода девайсов очень интересны. Да, то есть если посмотреть сейчас, как выглядит там Форса, либо как выглядит Гран-туризма, это очень круто. Да, это действительно круто. Но в целом, как бы, ставки на мотоспорт – это не очень что-то большое. И на автоспорт – это тоже что-то не очень большое. Поэтому это, наверное, не совсем в зоне нашего интереса. Если же говорить о том, на что обратить внимание, то следующая большая вещь, такой next big thing – это мобильный киберспорт. Мобильный киберспорт – это то, что станет чем-то немыслимых размеров. А здесь нет никакой тайны. К 2025 году, там два варианта – либо коронавирус победит всех, либо все победят коронавирус. Но к 2025 году 94% поверхности планеты будет покрыта связью 5G. Это уже прям очень серьезная история, которая позволит передавать с помощью мобильных устройств достаточно большой объем данных. И, соответственно, все больше и больше людей любят устройства в формате plug-and-play. То есть просто я не хочу понимать, что там внутри. То есть я хочу понимать, как это работает, просто взять это в руки, понять, что у него внутри есть 5G интернет. Всего у этого наконец-то уже начинает появляться форм-фактор. Что я имею в виду под форм-фактором? Я вижу людей, у которых волосы седые, как и у меня в том числе. Я просто тщательно это скрываю. Вы помните эту гонку, когда мобильный телефон, там уже надо было крутить. Все пытались сделать устройство как можно меньше. Потом уже, когда его стало неудобно держать, все начали опять делать его чуть больше. Потом, когда появились первые тачскрин-модели, то есть я помню эти телефоны, которые не помещались в руке у человека, потом опять все вернулись в какой-то такой адекватный форм-фактор. И на самом деле он когда-то будет вот размером в ладонь, все успокоятся и не будут друг у друга, потому что просто неудобно. Ну большой телефон, он просто неудобен, все-таки есть какая-то средняя ладонь. И вот тогда повсеместно везде появится один классный, увлекающий всех киберспорт. Почему еще сейчас это невозможно? Потому что компании направлены на разные рынки. То есть, допустим, есть там игра Call of Duty, которой плевать на западную Европу. Они очень хорошо выстрелили в Соединенных Штатах, они классно там зарабатывают, им не очень хочется развивать бизнес в других регионах, ну просто потому что там хорошо идет. То есть, мобильный киберспорт это то, на что внимание стоит обратить. То есть, где будет зрительский интерес и возможность адекватного трейдинга, там будет интерес нашей компании. Потому что в играх типа Battle Royale, есть, допустим, PUBG Mobile, огромная игра. Нам она не очень интересна, потому что там нет процесса ставок как такового. Все игры, которые один на один, да, вот они не предполагают какое-то командное действие. Рано или поздно это битва чистого скилла, да, то есть это уже битва исключительно рефлекторная, да. Я по-прежнему могу с большим удовольствием смотреть там Quake и Quake Champions, да, потому что вырос на третьем Quake, второй так меня чуть-чуть зацепил, но тем не менее. Но все равно это индивидуальная игра, да, это все равно один человек, который играет против одного человека. Когда же это командные противостояния, там появляется, она просто начинает, вот, мультипликатор 5, оп, и больше людей стало. И команда всегда напоминает тебе, ну, то есть больше, больше вовлечения идет в это. Плюс ко всему компьютер это все-таки что-то, вот, как я говорил, форм-фактор, да. NFS, как Need for Speed, вот автогонки, да, сами по себе. Это же тоже нишевая история по сравнению с командными видами спорта, такими как футбол и баскетбол. Вот здесь примерно то же самое, ну, то есть командные более направлены на широкую аудиторию игры, более популярны. Ну, а почему те или иные тайтлы не выстрелили, честно, не знаю. StarCraft. Очень механическая игра, в конечном итоге, правда, очень механическая игра, и ее погубил сам Blizzard, да, прям, прям сам по себе, да, потому что в тот момент, когда по всему миру пустили корейцев, да, стало просто, ну, невозможно, их стало невозможно обыгрывать. То есть все поняли, что вот сейчас приезжают оттуда люди, которые механически и один на один, да, опять же, почему, это игра один на один. Просто будут всех выигрывать за счет механического скилла, да, уже просто вот этих вот невероятных действий, потому что Dota, она более вариативна, у тебя пять человек, не ошибается один, а ошибаются двое, трое играют лучше. Когда ты вот один на один играешь, это как условно, знаете, вот вы профессиональные шахматы, да, то есть там уже нет ошибок. То есть это человек, который фактически первые 25 ходов делает, исходя из своей головы, механические. То есть он эти партии уже держит просто в голове. Один на один механический скилл. Плюс ко всему в Старкрафте там была еще одна проблема, но я могу вам лично рассказать потом. В контексте FIFA это симулятор, это дублирование большого спорта. То есть мне не интересно смотреть на FIFA. Я хочу посмотреть вот вчерашнюю Испанию, Швейцарию. Вот это футбол, да, ну то есть это футбол, это имитация. Это имитация то, в чего вы никогда в реальной жизни играть не сможете. Но тем не менее, но тем не менее, да, то есть мы отдаем себе отчет в том, что происходит, да. То есть вы понимаете, как там бить по мячу, вы отдаете себе отчет во всей этой штуке. И в детстве 100% играли в это, да. То есть есть же люди сейчас, молодые люди, которые наоборот, в свою очередь, игнорируют футбол, потому что никогда не выходили. Они вообще не понимают, что это за ощущение. Но при этом адекватно смотрят доту. И вот здесь вот FIFA, понимаете, киберспорт это то, что смотрят, да. То, откуда появляется большое количество людей, которые способны за чем-то наблюдать. И вот в случае с FIFA это немножко, ну это немножко подделка, да, это бледная копия. Вот вчера был футбол. Если сесть и поиграть, развлечься в FIFA классно со своими друзьями, то мы с друзьями не сядем смотреть, как кто-то играет. Есть такой стартап, да, он в данный момент будет развиваться, интересный. Он появился буквально там реально несколько месяцев назад. Это штука, где можно поспорить с друг с другом, вот реально, да. И это оставит себе небольшую комиссию, да. Это будет такой определенный гарант между вами, да. То есть кому там уйдут какие-то деньги и так далее. Это действительно штука будет развиваться. Это прикольная идея, действительно. То есть эй, давай сыграем, я лучше, чем ты, нет, ты лучше, чем я. Да, и давай поспорим на деньги, а кто-то оставит себе небольшой рейк, как в покере. Это классная идея. Думаем над этим, но здесь есть масса ограничений, связанных с регулятором и с регуляторами такого рода действий в разных странах. То есть это всегда может восприниматься как некий тотализатор. Это вопрос такой более связанный с регуляторикой гемблинговой деятельности. Отличный вопрос. И в целом VR, да. Вопрос просто офигенный. Ну серьезно, да. То есть если вспомнить то, что происходило пять лет назад, да, ну это же была истерика. Ребята, все, все будет VR, все, вообще просто повсеместно, всем VR, да. У кого-то есть VR? Поднимите руки. Богатый человек, я смотрю, да. У вас стартап, что вы, или вы инвестор? Oculus West, да. Вы как будто типа вообще мне подарили друзья, вообще не знаю, что это. Смотрите, да, сам купил, я же говорил, богатый человек. Так, смотрите, вот масса людей, да, молодых людей, ни у кого нет VR шлема, да. Почему? Есть, у вас есть, но вы стесняетесь, да? А, вы им не пользуетесь? Интересно, да, это очень интересно. Объективно, зачем он нужен? Смотрите, это офигенное развлечение, правда. Это классное развлечение, поиграться неделю, несколько недель. Да, то зачем вам FIFA? Ну, то зачем вам PlayStation? Ну, грубо говоря. Пять лет назад производители, да, которые поняли, что в целом делать VR не суперсложно, да, реально не суперсложно. То есть самая дорогая штука в этом, это то, что у тебя перед глазами. Там есть два момента. То есть чем больше ты даешь герцовку и чем больше у тебя разрешения того, что у тебя перед глазами непосредственно, тем меньше у человека болит голова. Так устроен мозг, ты не можешь его по-другому никак устроить. То есть здесь должны быть высококлассные устройства, они стоят дорого, да. Но, тем не менее, они есть, они классные, их можно развивать, и VR это супер, мне очень нравится, да. Плюс ко всему не стоит забывать, что это не только игры. Там есть невероятное количество историй для творчества, создания каких-то 3D объектов, конструкций, 3D скульптуры, если кто-нибудь когда-то видел, которые делают в том же самом SteamVR, это потрясающе. Многие компании делают на основе VR управления большими объектами. Это очень круто, да. То есть человек умудряется управлять либо стадионом, либо трафиком, либо еще где-то. И вот где-то 5 лет назад на фоне всей этой истерии массовой производители начали нападать на тех, кто делает игры. И говорите, ну-ка сделайте-ка нам, ну-ка запилите нам больше игр. Например, производители игр, это люди-бизнесмены, которые считают свои деньги, сказали, окей, а сколько устройств в мире? Ну, пока не так много, но сейчас же VR всем пойдет. Прагматичные люди еще раз посмотрели и сказали, окей, друзья, нам нет смысла делать высококлассную игру, вкладывать в ее разработку очень много усилий и знать, что потребители ограничены физическим шлемом. Мы не можем себе позволить эту роскошь делать качественный контент под ограниченную емкость рынка. А потом круг замкнулся, когда производители шлемов поняли, что под их шлемы нет большого количества контента. И сейчас, естественно, рост этой индустрии немного замедлился, а она уже не такая мега привлекательная, как раньше. Хотя тогда это было у всех на устах, сейчас у всех на устах. Слово венчурный фонд и стартап, ну это нормально, так и в интернете было в 2000 году. Можно было прийти к человеку с деньгами, сказать им, что я делаю что-то в интернете, а если ты не боялся, что тебя увезут в лес, можно было взять у него денег. Сейчас можно про VR то же самое. Но, то есть, в целом, это очень классная штука. Я считаю, что в ней еще что-то осталось, и это вернется. Опять же, форм-фактор. Почему невозможно сделать киберспорт в каком-то VR, потому что у кого-то одно устройство, у кого-то второе, у кого-то третье, у кого-то четвертое. А нужно все-таки некое равенство условий и что-то одинаковое в качестве устройства, на котором ты играешь. У нас есть еще 13 минут. После этого я превращусь в тыкву. Спасибо за вопрос. Вы каждый раз встаете, мне даже немножко неудобно. Все нормально, у нас такая расслабленная атмосфера. Понимаете, как речь идет о неком объеме, о неком объеме рынка и о том, что непосредственно это даст в будущем. То есть любой некий стартап, он понимает, что все его клиенты и все его пользователи, грубо говоря, это все жители планеты, у которых есть доступ в интернет. Вот по большому счету. То есть ты понимаешь емкость рынка и на что ты рассчитываешь, когда ты делаешь компьютерную игру, какой-то там технологический стартап. То есть ты понимаешь емкость своего рынка. Как я уже пытался вам ответить раньше, селекционный бизнес, который направлен на поиск перспективных киберспортсменов, это бизнес для индивидуального предпринимателя. То есть это что-то не очень большое. Я бы не назвал это бизнесом в том понимании, в котором я представляю себе бизнес. Это что-то небольшое, чем может заниматься небольшая группа людей и, возможно, достаточно успешно. Но в моем понимании структуры большого международного бизнеса я не вижу. Команда есть запрос и она заплатила вам полмиллиона долларов. Ну, допустим. Смотрите, сейчас самый большой открытый трансфер в киберспорте – это полмиллиона долларов. Давайте представим, что вы как агентство забрали 10% этих денег. Давайте представим, что вы потратили колоссальные усилия, собрали команду, собираете какие-то деньги, собираете какие-то рейтинги, вываливаете это все в интернет, работаете, ездите и так далее. Сколько вам нужно продать успешных игроков, чтобы заработать миллион долларов? Да. И если у вас будет очень классная оценка игрока в полмиллиона. 20 игроков. 20. 20 игроков. За какое время это вообще возможно? Если только за последнее время, за год. Я помню, там, громких трансферов два. За 2021 год. Это два трансфера. G2 Fnatic в Loll и G2, откуда же он перешел, Face в CSGO. Это не такой большой рынок, чтобы заработать именно на этом. Вот, собственно, вся моя мысль. Но вы можете попробовать. Если смотреть конкретно на агентский бизнес, да, то если этим занимаются несколько людей, то, возможно, у них что-то получится. Разрабатывать это как бизнес-модель. То есть, если вы спрашиваете меня, я бы в это деньги не дал. Я, конечно, тот еще инвестор, но не дал бы. Кросс-платформы, это сложно. Ну, то есть, просто создать идеальную кросс-платформенную игру, это достаточно сложно. Если посмотреть, там, на тот же самый Cyberpunk, то это очень сложно. Я знаю несколько людей, прям несколько, у которых этот Cyberpunk на PC идет на максималках, и это потрясающе. Но их всего несколько. Плюс ко всему, я знаю такую игру, как Hearthstone, да, которая идет абсолютно на любом тазике, устройстве, консоли и так далее. Но это карточная игра, плоская, где нет, как бы, 3D окружения, ничего нет. Есть игры, которые предназначены исключительно для PlayStation, исключительно для консоли. И у этого есть свой потребитель, да, то есть, есть, допустим, там, Last of Us или God of War. Это классные тайтлы, но они предполагают, что ты потребляешь этот контент, ты пришел домой, сел, и вот ты классно смотришь историю, которая на тебя идет, вот, из большого экрана. И это останется непременно, да. Когда я говорю о том, что киберспорт в том виде, а именно в огромном количестве людей, увлеченных чем-то одним, перейдет в мобайл, я понимаю, что к этому нас приведут технологии и их развитие. Но то, что дома будет консоль и чаще всего простой VR-шлем и, возможно, какое-то еще устройство пострелять, а может быть в целом дальше. И какой-нибудь там экзожилет, который, ну, можно будет произвести за не все деньги мира и купить за не все деньги мира. Соответственно, технологии будут что-то развивать, и это будет крайне интересно. То есть, я видел и надевал на себя экзокостюм, разработанный в том числе в Украине, но когда я узнал, сколько он стоит, я подумал, нет, 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 это дороже, чем мои органы, я не могу на себя это надевать. Хотя это классно, это суперклассно, это дико интересно. И я представляю себе какую-то платформу, по которой идет человек, и он там двигается, это все просчитано и где-то, но не сейчас, дайте еще там лет 15-20. А так сказать, во что это превратится, я был бы консультантом Гейба, если бы я знал. Пандемия, она в целом стала таким определенным триггером для массы других индустрий. Допустим, очень сильно выросло количество людей, которые начали заниматься спортом. Любительским спортом по всему миру. У нас была большая конференция, PMGO мы ее называем, и мне лично и организаторам удалось достучаться до людей, до адвайзера-мембера of Strava. Кто-нибудь знает, что такое Strava? Самый большой Олег, ты-то точно знаешь, что это. И человека, который в 9 лет продавал устройство Polar, вот такое, это есть Garmin, Polar, Suunta, в принципе, это три кита, вокруг которых все крутится. И они говорили о невероятном всплеске вообще спортивной активности во время пандемии, что в целом немножко странно, да? Это немножко странно. То есть, казалось бы, люди должны сидеть дома, какой спорт и так далее. А наоборот, многие трекеры увидели это и у этого есть вывод, что люди захотели быть более здоровыми, заботиться о себе и таким образом даже пытались предотвращать вот эту пандемию. Потому что я говорил о том, что класс, у людей появилось время, они начали все работать на удаленке и решили позаниматься спортом. Они говорят, нет, нет, это забота о себе. То есть, люди начали пытаться быть более счастливыми и больше заниматься спортом. Соответственно, все-таки удаленка как таковая и возможность пробыть дома позволили дать развитие этому виду цифровых развлечений. Потому что я не могу сказать точно, что там сильно киберспорт увеличился, но то, что люди в целом гораздо больше стали играть в компьютерные игры в эпоху коронавируса, это факт. Это действительно так, да? Почему? Потому что технологии есть, они доступны, они не самые дорогие. Я сижу дома, вот оно все. Насколько выросло в процентах, не могу сказать. То есть, могу сказать, насколько вырос в процентах киберспорт внутри компании Parimatch. Но как только я эту скажу, большая yellow молния уничтожит меня прямо на этой сцене. Но выросло. И третий вопрос, какая самая большая игра в Украине киберспортивная? Вопрос сложный. Я думаю, что есть борьба между Counter-Strike и Dota 2. Но я почему-то думаю, что Counter-Strike все-таки больше, потому что он проще. Потому что Dota это сложная игра. Вот я, видите, мне 40 лет в этом году. У меня пятый уровень фейсета. Я играю в CSGO, мне очень нравится. Я капитан баскетбольной команды и занимаюсь триатлоном. То есть, в целом, это набор моих хобби. И когда-то я начал играть в Counter-Strike, он мне по-прежнему нравится. Это здорово. Я не хочу его как-то бросать. Я не считаю, у меня есть ребенок, жена, у нас все в порядке. Но это хобби для меня является адекватным. Хоккей я люблю просто потому, что Алексей приходит и говорит, что я должен любить хоккей. Но я не смогу, я могу сесть, посмотреть, но сопереживать просто не получится. Потому что я не понимаю, что происходит. Там же шесть человек на поле. Осенью будет, да? На льду шесть, еще мужик в полосатом должен быть обязательно. А сейчас я могу… Как зовут вас? Саша. Вот мы можем с вами сесть и включить доту. И мы будем смотреть туда просто как, ну я не знаю, как я смотрю хоккей. Но хоккей, не-не-не, смотри. Мне хоккей будет интересно. Примерно так. То есть я не могу сказать, что именно пандемия она куда-то унесла в космос киберспорт. Ну, есть какой-то небольшой рост. Я разговаривал со своим другом, с профессиональным игроком. Он казах, давно живет в Санкт-Петербурге. До этого жил в Киеве. В Санкт-Петербург переехал, потому что там была девушка. И в принципе, ну, как бы отличный и замечательный человек. Я задаю вопрос, говорю, слушай, как там пандемия, как дела? Он говорит, да, почувствуйте себя киберспортсменами. То есть ты сидишь дома возле компьютера и не выходишь на улицу. То есть я не могу сказать, что пандемия как-то поменяла отношение к киберспорту. На него просто стали более внимательно смотреть, ну, чуть-чуть более внимательно. И повысился интерес в целом к индустрии компьютерных игр. Но в тот момент, когда закончится коронавирус, технологии не исчезнут. Не станет хуже интернет. Может быть, будет небольшая такая какая-то просадка в количестве играющих. Возможно. Возможно, вообще, какая-то новая игра появится другая. Спидранинг – это веселая, классная штуковина. Она быстро, ее можно смотреть. Но, то есть соревновательного момента очень мало в нем, потому что это только время. Ты сделал, кто-то сделал еще быстрее, а потом это будет уже на 0-0-0-1 секунду, но ты смотришь постоянно на один и тот же процесс. Он одинаковый. Конечно, стримы непосредственно популярен, но за этим не будет смотреть огромное количество людей. То есть это нишевая штука, прикольная, но хочется, чтобы много людей смотрели. Увлекаетесь ли вы ставками? Ставками, конечно. Вы думаете, почему мне так вчера в Швейцарии и Испании понравились? Конечно, там все было так интересно. И последний вопрос, завершающий. Чур не про хоккей, а мой любимый вид спорта, на самом деле. Да, это большая проблема, и она зависит от массы факторов. Здесь я сейчас включу теорию спорта, которую очень люблю сам по себе. То есть календарь соревнований вообще мировой, и футбольный, и хоккейный, и баскетбольный, так или иначе привязан к некому календарю физического восстановления спортсмена. Потому что для того, чтобы восстановить условный запас грекогена, и чтобы прошел в целом процесс рекавери после тренировки, футболисту требуется 3-4 дня. Поэтому самый плотный график, который есть в футболе, это 3 игры в неделю. Это самый плотный. Самый более или менее существующий адекватный, это 2 игры в неделю. То есть игрок играет в Лиге чемпионов, игрок играет завершающий тур футбольного чемпионата. В перерыве как раз вот так и формируется календарь. От этого зависит уже все остальное. Здесь национальный чемпионат, когда он заканчивается, внутри идет Лига чемпионов, по вторникам, по средам, по четвергам идет Лига Европы. Дальше в какое-то время возникает вызов в сборную. Дальше, то есть у всего этого, исходя из физических кондиций всех спортсменов, которые, ну они не могут выйти на следующий день играть. Но это невозможно, это не будет интересно. Это не будет интересно. При этом в других видах спорта, которые даже изменяются благодаря бизнесу, допустим, самый плотный график, знаете у кого? Ну такой, достаточно такой суровый игровой график. В NBA. То есть там есть практически бесконечные игры, огромное количество перелетов, потому что страна большая. И у них постоянно растет скамейка. То есть там NHL тоже самое. То есть все больше и больше становится скамейком, чтобы у тебя была возможность этих людей как бы друг к другу ставить. Почему? Потому что так требует бизнес. А люди хотят быстрее насыщаться, они хотят, ну у нас такой сейчас, к сожалению, высококалорийный мир. И это вот ко всему к этому ведет. В киберспорте же физическое восстановление. Никому необходимо. Казалось бы, ты можешь играть вечно, но пока никто не задает вопросы о восстановлении ментальном. Потихонечку их начинают задавать, потому что перенасыщенный график становится уже определенной проблемой. в том плане, что очень редко ты получаешь какой-то выделяющийся ивент. Яркий, классный, которого все ждут. Потому что все превращается в какую-то такую, я вынужден это сказать, однообразную череду очень похожих друг на друга событий. Эта проблема есть. Она связана с тем, что нет общего регулятора, потому что там UEFA способна каким-то образом отреагировать на появление суперлиги, сказать, что они против. каким-то образом организовать все, что происходит в том числе и сейчас. То есть, Евро 2020 – это сложный турнир в условиях пандемии. И тем не менее, благодаря наличию регулятора, они как-то его проводят. И люди довольны. Особенно испанцы. Ну, что с них возьмешь? Соответственно, в киберспорте нет регулятора. Почему? Потому что все это принадлежит разным частным компаниям. Одна игра одной компанией, вторая игра второй компанией, третья игра третьей компанией. Они не особо хотят с друг другом коммуницировать, потому что пока еще не чувствуют ответственность за огромное количество болельщиков, которые существуют, и за то, что они как бы создали. Они не понимают, что вот эта вторая часть, которая за киберспортом идет, что это уже отдельное явление, и с ним надо работать. Проблема есть, но не хотелось бы заканчивать на такой непозитивной ноте. Друзья, я всем рекомендую смотреть хоккей. Поверьте, это... Поверьте. Хоккей – это хорошо. Да, все, большое спасибо. Дяка ему вам было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!